МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа событий. В студии Ольга Ловина. В полях Пагарского района прошла встреча губернатора с делегацией Федерального собрания России. Александр Богомас рассказал депутатам Госдумы и членам Совета Федерации о том, что сельское хозяйство может быть прибыльным даже в нещерноземной зоне. Главное – научный подход и любовь к своему делу. Из Пагарского района репортаж Александра Новикова. Буквально пару дней назад здесь же, в Пагарском районе, рядом с селом Бобрик, прошел областной семинар для сельхозтоваропроизводителей. Эта форма обмена опытом несколько лет назад была предложена губернатором Александром Богомазом. Когда-то он и сам ездил по Германии, перенимал опыт немецких аграриев. Вот только иностранцы не спешили раскрывать свои секреты. Я в Германии был по 20 раз у разных хозяйств, потому что там очень сложно, кто-то рассказал. Вот сегодня мы в Брянске проводим семинары, и буквально семинар был, когда здесь был? Два дня назад, да? И рассказываем, как получить, как этого добиться. В Германии никто тебе немец не скажет. Он скажет так, что вот в общем, вот в общем, вот в общем, в общем. Теперь же глава региона сам делится опытом со всеми брянскими земледельцами. Никаких тайн. Все во имя одной цели – развитие сельского хозяйства. Сразу мы поставили задачу, то есть мы должны или научить людей, помочь им, или это помочь, чтобы не продали, чтобы людей не мучить. Лучше он пусть продаст, получит деньги, если он уже купил эту землю. Или научить, и мы научили. Такая работа приносит свои результаты. Цифры гостей поражают. Брянская область лучшие годы советской власти производила миллион. Пять лет назад, когда я начинал работать, вот Брянская область производила 735 тысяч штук. Это зерно, это зерно. В прошлом году у нас было миллион 890, то есть 2 миллиона. И в позапрошлом году был такой же самый урожай. Но в прошлом году у нас в Брянской области была засуха, которой старожевы не помнят на протяжении последних 40 лет. Я думаю, что у нас озимы, ну, в среднем где-то центров 70-75 мы получили на озимы. И 3 миллиона тонн зерна в этом году мы должны собрать. Если вот так подходили, то мы в этом году, по сути дела, 4 с половиной раза увеличим производство зерна. Если столько России я провязываю, некуда было девать. Ежегодно у нас собирают миллион тонн кукурузы. Брянщина уверенно наращивает производство и другой популярной культуры – рапса. В прошлом году мы были уже в пятерке по урожайности, в этом году мы будем первые. В стране по урожайности рапса мы будем первые. Гости из федерального собрания интересуются, как удается добиваться таких результатов и можно ли внедрить брянский опыт по всей России. С чем мы приходим? К тому, чтобы все было сделано по технологии. То есть нужен калий – нужно калий дать. Нужен фосфор – нужно фосфор дать. И это плюс плодородия почвы, потому что если калий мы даем, то 50% забирается в первый год, остальное остается. Фосфора – 20%, остальное остается. И нужен назов. И северный оборот. Поле в Пагарском районе – только один пример того, как нужно с умом возделывать землю. Если не подведет погода, то есть шансы попасть в Книгу рекордов Гиннеса по урожайности зерна. Здесь потенциал в пределах 200 центов. 200. То есть не 20, не 15, не 10, не 30. Когда-то давали в советское время… Казахстане 12. 28 центов давали герои своего труда. Соблюдение технологий, удобрение, севооборот. Но и этого недостаточно для успешного развития сельского хозяйства. Есть и еще один секрет. Тяжелая, сложная работа. Для этого надо полюбить землю, чтобы так заниматься. Если нет любви, ничего не будет. Красиво. 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 Этим нужно заниматься. Заниматься нужно всем. Это, так сказать, то, что растет. Да, это как живой организм. Да, живой организм. Чем больше любишь, тем больше внимания оказываешь, тем лучше отвечаешь. Поэтому, ну что, мы желаем вам успехов, чтобы, во-первых, и урожайность была, ну и чтобы… Будем теперь наблюдать. Да, население. За рекордом. Да, население, чтобы… Заинтриговали. Чтобы вы зацепили. Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации покидали поле пораженными. Об успехах брянских аграриев говорят на самом высоком уровне. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Александр Новиков, Денис Пашков. События. Погарский район. Инициатива приветствуется. Дизайн проект кольца напротив ДК железнодорожников предложили сделать жителям Брянска. Фокинский район преображается. Не так давно на площади у памятника Игнату Фокину построили разворотное кольцо. Это развело потоки машин и существенно сократило пробки. Теперь нужно это кольцо облагородить, сделать его красивым и функциональным. Разработать концепцию внутреннего убранства кольца предложили жителям города. Свой дизайн проект площадки вы можете представить в районную администрацию. В первый день голосования по поправкам в Конституцию Сергей Неверов, руководитель фракции «Единая Россия», провел видеоконференцию с секретарями региональных отделений партии власти и представителями общественности. От Брянской области слово держали глава региона и лидер брянских единороссов Александр Богомаз и председатель Совета муниципальных образований Брянской области Сергей Лавокин. Калуга, Смоленск, Тула, Брянск на связи. Главная тема видеоконференции – поправки в Конституцию, касающиеся единой системы публичной власти. В случае принятия обновленная Конституция и усилит управление на муниципальном уровне, и полностью введет местное самоуправление в вертикаль власти с конкретными обязанностями и полномочиями. Основополагающие принципы заложены, конечно, в Конституции. Поэтому стабильность работы органов власти – приоритет интересов людей. Вот главные принципы, вложающиеся в основу новой модели организации власти. Это единая система публичной власти. Это значит в том числе, что гарантии местного самоуправления добавляются правом на компенсацию расходов, возникающих в результате выполнениями функций и полномочий, имеющих государственное значение. Социальный блок занял одно из ключевых мест в предлагаемых поправках к основному документу страны. Это и зарплата, не ниже мрота, ежегодная индексация пенсий, защита детства, закрепление статуса традиционной семьи и многое другое. В случае принятия поправок это станет принципом работы публичной власти. Опытом местного самоуправления поделились руководители Брянского региона. Я считаю, закрепление нормы о единой системе публичной власти в Конституции важной и своевременной мерой, которая поможет муниципалитетам решить поставленные задачи. Прежде всего это обеспечение стабильного экономического развития региона. Важной частью этой работы является закрепление людей на селе. Для этого нужно создать комфортную современную инфраструктуру в сельских территориях, что требует объединения усилий муниципалитетов и органов государственной власти Брянской области и, конечно, инициативы граждан. В Брянской области уже три года успешно работает программа «Инициативное бюджетирование». Так называемый народный бюджет способен улучшить жизнь на селе. Люди сами решают, на что тратить деньги, что отремонтировать и построить. Насколько весома такая казна? Два года подряд более 100 миллионов. В этом году сумма в разы больше – более 300 миллионов. Не обошлись стороной и пандемию. Последние три месяца стали проверкой для власти, в том числе и на взаимодействие по муниципалитетам. В короткие сроки области налажена работа пяти диагностических лабораторий мощностью 1500 тестов в сутки. Развернуто более 1700 специализированных коек для лечения больных коронавирусом. Налажено производство защитных масок до 120 миллионов штук в месяц. Совместно с муниципалитетами в Брянской области разрабатывались и реализуются меры поддержки малого и среднего бизнеса. Сергей Неверов оценил брянский опыт управления и взаимодействия муниципалитетов. Добавил поправки в Конституцию по публичной власти. Это новый тренд в управлении в целом. В свою очередь губернатор Александр Богомас рассказал, как активно жители региона приходят на участки для голосования. Люди, которые живут именно в наших населенных пунктах, районных городах, они больше знают и больше видят то, что им сегодня необходимо. Мы это делаем. Ну и конечно же, те поправки, которые сегодня мы уже голосуем, справки в Конституцию. Вот, работа идет, и мы понимаем, что это не только поправки, это еще плюсы поддержки технициатив, которые выдвигает наш президент, Владимир Владимирович Путин. Ну и все анализируют прошлые выборы. У нас было 80% явка, 82% за президента. Я думаю, что мы от этих, как бы, ориентированных не отойдем, а должны все улучшить. Вы очень много делаете сегодня в регионе, вы очень много делаете на поддержку наших партийных направлений. Очень хорошо, что те средства, которые у вас увеличиваются по поддержке и развитию структур местного управления, увеличиваются. Готовы всегда тоже в этом с вами сотрудничать, помогать во всех направлениях. Александр Васильевич, спасибо за то, что еще раз хочу сказать с нами сегодня. Участники видеоконференции из других регионов оценили работу брянских коллег в муниципальном управлении, где во главе угла интересы населения. Андрей Мамошин, Максим Кузнецов, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск. Сегодня второй день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Наши съемочные группы работали в разных точках региона. Смотрите видеоотчет с участков для голосования. На своей малой родине в поселке Пальцо Брянского района проголосовала депутат областной думы Людмила Журавлева. Мать героя России, погибшего при выполнении боевой задачи в Сирии, и депутат областной думы пришла отдать свой голос за будущее страны. Мы голосуем за будущее. За будущее не только свое. За будущее детей, внуков и, скорее всего, и правнуков. Почему я голосую все члены моей семьи? Потому что я с большим уважением отношусь к действующему президенту, доверяю ему. И все его предложения, считаю, что пойдут на пользу нашему государству, на развитие и общества, и экономики, и процветания нашего государства. Всем участникам голосования проверят температуру и продезинфицируют руки. Обязательно маска, перчатки, социальная дистанция. Плюс индивидуальный набор с антисептиком и ручкой. Людмила Журавлева рассказала, ряд поправок особенно ценен для нее. Это, конечно же, о независимости территориальной нашего государства, чтобы в будущем ни у кого не возникало желание у нас отнять то, что принадлежит нам поправу. Ближе всего, конечно, мне поправка, та, которая стоит за семейные ценности, за то, чтобы у нас были обязательно и папа, и мама в семье, и никаких родителей под номерами. Первый день голосования показал хорошую явку, отметила председатель участка. В пальцу 677 человек имеют право голоса. В первый день в урны для голосования отправилось порядка 100 бюллетеней. Активность хорошая, люди сознательно относятся к этому. Все-таки это решение важное для нашей страны, само голосование. Поэтому люди активны. Каждой из дней работает три ящика для голосования. Один здесь на участке, другой на мобильном пункте во дворах домов. И третий для тех, кто хочет проголосовать непосредственно у себя дома. После 8 часов вечера содержимое ящиков для голосования пересыпается в сейф-пакет и опечатывается. И так каждый день. И уже 1 июля после 8 часов вечера все сейф-пакеты окажутся неподалеку в школе, где начнется подсчет голосов. Андрей Мамошин, Денис Пашков, События, Брянский район. Маски, перчатки, защитные костюмы. На подходе к палатке обязательный замер температуры. Паспорт показывает с расстояния вытянутой руки. Все эти меры не просто так, а чтобы минимизировать риск заражения COVID-19. За вчерашний день проголосовало 103 избирателя. Мы приняли 28 заявлений на дому. В целом и в общем это хороший показатель. То есть это где-то 10% от всего количества избирателей на нашем участке. Вчера уже пришло и проголосовало. Сегодня тоже достаточно хорошая активность. Перед тем, как отдать свой голос, депутат областной думы Сергей Курденко долго и тщательно изучал предлагаемые поправки. И пришел к выводу, что некоторые изменения совпадают с собственными убеждениями. Я даже сегодня изменил своим привычкам откладывать все на последний день. И решил не ждать 1 июля, а прийти и проголосовать сегодня. Тем временем на 106 участке на базе школы номер 2 сделал свой выбор главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук. Проголосовать по поправкам Конституции Андрей Сергеевич пришел во второй половине дня. На этот момент на участке уже свыше 150 проголосовавших. Свой голос отдала и председатель Союза организации профсоюзов Федерация профсоюзов Брянской области Ольга Полякова. Она посетила участок возле Брянского государственного университета. Я считаю, что в нашей Конституции, в Конституции страны должны быть записаны те вещи, те основные положения, которые улучшают жизнь каждого россиянина. Напомним, среди поправок в Конституцию признание культуры Российской Федерации уникальным наследием. Поддержка волонтеров, установление русского языка государствообразующим, защита семейных ценностей, доступная и качественная медицина и социальные гарантии. Игорь Умаров, Игорь Венчук, События Брянск. Жители областного центра продолжают активно исполнять свой гражданский долг. Я считаю, что каждый должен ответственно относиться к этому. Это все-таки наша страна, наша земля. Мы считаем, что моя дочка должна жить в хорошей, стабильной стране. Ответственно и соблюдая все нормы и ПИД-обстановки, второй день голосования стартовал в Супуневской СОЖ номер один. Упорный акцент тут, как и на других избирательных участках, на безопасности и удобства. Вчера на нашем участке проголосовало 195 человек. Сегодня опять у нас две мобильные группы пойдут по улице Лесной, улица Школьный и вторая по улице Фрунзе. На свежем воздухе и без очередей. График работы избирательных участков в этом году не такой, как прежде. Голосование длиной в семь дней. Такое впервые. Это большой шаг в будущее. Это где обеспечена гарантия, в первую очередь, народа. Ну и, я так думаю, что и нашего будущего. Уникальный формат оценил и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Свой выбор он сделал на избирательном участке номер 142. Те изменения, которые вносятся, они судьбоносное значение имеют. Они будут касаться не только нас самих, это будет касаться наших детей, наших внуков. Потому что те основы, которые там заложены, они нерушимые. Это и социальные вещи, это и заработная плата, это и минимальные размеры. И такие вещи, которые меня очень волновали всегда. Территориальная целостность нашей страны. Активно идет голосование и на участке в поселке Путевка Брянского района. Здесь, на территории Снежской гимназии, граждане выражают свою волю. Не менее популярны и мобильные участки для голосования по соседству с поселком. Есть и те, кто пожелал проголосовать на дому. В течение недели мы принимаем заявки и планируем провести где-то вот в последнюю 30-го, 29-го, чтобы, в общем-то, обслужить тех желающих, которые хотят проголосовать на дому. Поэтому мы только собираем у заявки. Где-то уже человек 15 нам подали заявление. На этом же участке для голосования выразил свое отношение к поправкам в главный закон страны Александр Жутенков, депутат Брянской областной думы. Мария Селивестрова, Артемий Маркелов, Сергей Дюков, Анатолий Чикрыгин. События Брянск. Возможность проголосовать в удобных для себя условиях реализовали постояльцы и сотрудники Новозыпковского дома-интерната. Социальные учреждения оказывают услуги пожилым людям и инвалидам. Старики и бригада сотрудников проживают в полной изоляции, поскольку находятся в зоне риска по коронавирусу. Однако все они приняли активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию продолжается. Кроме вариантов проголосовать на участке и во дворе, у граждан есть возможность отдать свой голос и из дома. Маски, перчатки, защитные костюмы и обязательная дистанция. Бюллетени вместе с урной для голосования выездная комиссия оставляет на скамейке и сразу отходит. Проголосовать по поправкам в Конституцию люди могут также на дому. Для этого необходимо оставить заявку, оставив координаты с номером телефона и с желанием проголосовать на дому. Затем члены избирательной комиссии связываются с теми, кто выразил желание, записывают адрес и сообщают время, когда комиссия подъедет. Причины проголосовать дома у всех разные. Кому-то так удобнее, кому-то просто некогда. Но чаще дома голосуют из-за заботы о тех, кто рядом. Этим мы воспользуемся, потому что у нас вот еще мама, ей 90 лет. И поэтому идти она сама туда, на голосовой пункт не может. И поэтому здесь решили, попросили, чтобы приехали, а проголосовали. Чтобы проголосовать из дома, надо обратиться в участковую комиссию, согласовать дату и время. Сделать это можно до 1 июля включительно, до 17 часов вечера. Игорь Умаров, Игорь Винничук, События Брянск. Наша съемочная группа прибыла на участок для голосования перед его закрытием. Как опечатывают переносные ящики и где хранятся бюллетени, знает Дмитрий Белов. Проголосовать приходит даже в последние минуты работы участка. За весь день не было зафиксировано ни одного нарушения. Первые 12 часов голосования подошли к концу. Бюллетени будут помещены на хранение в сейф. Вся процедура проходит под чутким контролем наблюдателей. Бюллетени помещаются в специальный сейф-пакет, за целостностью которого будут пристально следить в ближайшую неделю. Сейф опечатан, а у жителей нашей страны будет еще 6 дней, чтобы сделать свой выбор. Первый день достаточно плодотворно мы поработали. С 8 утра до 20.00. Все бюллетни будут оформлены, все пакеты. И до 1-го числа, до 1-го июля будут находиться в сейфе под присмотром как участковой комиссии, так и полиции. 105 лет исполнилось Пагарской сигаретно-сигарной фабрике. С юбилеем работников предприятия поздравил вице-губернатор Брянской области Александр Резунов. Он вручил грамоту Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса России, председателю совета директоров фабрики Игорю Моисееву. На юбилей прибыла представительная делегация Федерального собрания России. 105 лет назад в провинциальном городке Пагар появилось градообразующее предприятие сигаретно-сигарная фабрика, которая с первых дней существования громко заявила о себе. По производству махорки оно вышло на первое место в Европе. В годы Великой Отечественной именно мастеру Пагарской фабрики Ивану Алексееву было поручено сделать подарочные сигары. Их на тегеранской конференции Иосиф Сталин подарил премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Здесь бережно хранят историю предприятия и знают о производстве табака абсолютно все. Дубовая пресса официально, эта процедура технологически называется старением табачного сырья. Когда разные табаки вместе соединяются и они в процессе подавления под прессом обмениваются своими вкусно-ароматическими свойствами. Мы же себя здесь местно называем это свадьбой табаков. Оборудование не новое, но проверенное временем и исправно работающее до сих пор. За более чем вековую историю на фабрике сложились целые династии работников. Навыки передаются из поколения в поколение. Сегодня на фабрике трудятся почти 500 человек. Фабрика является ответственным налогоплательщиком. Только в местный бюджет в 2019 году было перечислено почти 12 миллионов рублей. А в федеральной около полутора миллиарда рублей. С каждым годом предприятия увеличивается количество рабочих мест с достойной заработной платой. Фабрика играет важную роль в экономике и района, и области, и страны. Она смогла выстоять в 90-е, продолжает развиваться и наращивать темпы производства и ассортимент. И в этом заслуга коллектива и его руководителя. Вице-губернатор Александр Резунов вручил председателю совета директоров фабрики почетную грамоту Министерства сельского хозяйства России за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса. За последние 25 лет в истории страны многое изменилось. Но главный итог в стране это то, что Россия стала сильнее. И мне очень приятно сегодня констатировать то, что мы в ногу со всей нашей страной, наше предприятие тоже стало сильнее. Перед предприятием стоят новые задачи. Нужно переходить на собственное сырье. Государство в этом обещает поддержку. Все, что мы можем производить в своей стране, самолеты, авиацию, пароходы, табак, выращивать и производить продукцию, мы должны делать сами. К юбилею на территории фабрики открыли единственный в Евразии памятник сигаре. Александр Новиков, Денис Пашков, события Пагар. К другим темам дня. Алым парусам быть. Несмотря на пандемию, главный праздник российских выпускников состоится. 27 июня финал всероссийского выпускного вечера покажут все крупные телеканалы страны. Традиционные концерты и появление легендарного парусника будут фееричными. Символично, что в этом году мы будем наблюдать за бригом России в ту же дату, когда «Алые паруса» прошли впервые еще в Ленинграде. При этом частью красивой истории любви о соли Грея станет юная брянская певица Анастасия Гладилина. Подробности своего выступления ради сохранения интриги Настя не раскрывает, но в репетициях принимает активное участие. Кастинг на участие в «Алых парусах-2020» начался в феврале и как раз таки в феврале мне пришло приглашение на участие в этом празднике. На протяжении карантина мы готовились онлайн и ближе к июню приехали в Питер, записывали песни, примеряли костюмы. И прямо сейчас я нахожусь уже в Питере на протяжении нескольких дней. У нас проходят последние репетиции и прогоны перед трансляцией 27 июня. И я очень хочу порекомендовать всем, абсолютно всем, смотреть это грандиозное шоу. Я уверена, что оно поднимет настроение и создаст праздничную атмосферу. И еще я очень благодарна организаторам и всему фестивалю за возможность участвовать и быть частью этого масштабного проекта. Федеральный выпускной 2020 пройдет по всей стране 27 июня. Вчерашних школьников поздравит президент России Владимир Путин. К слову, в этом году вступят во взрослую жизнь 5753 выпускника Брянской области. В этот день для учащихся страны, в том числе и нашего региона, состоится праздничное мероприятие. Пройдет выпускной в онлайн формате и объединит вчерашних школьников на площадке официального сообщества Минпросвещения России в соцсети ВКонтакте. Помимо историй отличившихся школьников, выпускников этого года ждет уникальное событие. Самый массовый в истории групповой видеозвонок с педагогами. Он пройдет в социальной сети Одноклассники. А в 18 часов по московскому времени начнется праздничный концерт с участием звезд эстрады. От всего 11 класса хотим выразить слова благодарности нашим родителям. За эти годы второй мамой нам стала наша Галина Александровна. Спасибо за заботу и поддержку. Спасибо за то, что были рядом все эти годы. Вот и пролетели школьные годы. Еще чуть-чуть и вы сдадите экзамены. И откроется новая широкая дорога взрослой жизни. Я сегодня хотела бы сказать слова благодарности не только, ребята, вам, но и вашим родителям. Один из самых волнующих моментов в жизни каждого человека – окончание школы. Сегодня вы вспоминаете лучшее, что было за годы учебы. Стоите на дороге серьезных ответственных решений. Вы молоды, полны сил, энергии, больших планов на будущее. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Набирайте знаний и опыта. Стремитесь стать успешными в дальнейшей учебе. На улице Новосоветской Брянска водитель автомобиля «Шевроле» допустила наезд на 81-летнего велосипедиста. В результате ДТП пенсионер с различными травмами был доставлен в больницу, где спустя 5 дней скончался. К сожалению, пожилые люди составляют определенную группу риска. Только за неполный июнь этого года на территории областного центра зарегистрировано 10 ДТП с участием людей пенсионного возраста. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием этой категории граждан сотрудники Госавтоинспекции вместе с волонтерами провели акцию «Дорожный ликбез». Зачастую пешеходы преклонного возраста переходят проезжую часть в неположенных местах перед близко идущим транспортом. Передвигаются на велосипеде с нарушением правил дорожного движения. Некрепко держатся за поручни в общественном транспорте. А в силу возрастных изменений пожилой водитель не всегда может адекватно оценить обстановку, подвергая свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения неоправданному риску. В ходе разъяснительных бесед полицейские волонтеры вручали пенсионерам тематические памятки. Особое внимание правилам поведения в автобусах, безопасному переходу проезжей части дороги, а также правилам управления велотранспортом. Кроме того, с 26 по 28 июня в Брянске сотрудники ГИБДД проводят очередной этап операции ВЕЛО, необходимость которой вызвана неутешительными цифрами статистики. В группе особого риска находятся пожилые участники дорожного движения и дети. Ольга Ловина при содействии пресс-службы ГИБДД города. События Брянск. Музей-заповедник Федора Тючева в селе Овстук Брянской области открылся. Всех жителей региона усадьба ждет на тематические экскурсии. Вы можете пройтись по Тючевскому парку и побывать на пешеходной экскурсии на гору Пороскевы. Сотрудники музея рекомендуют взять с собой средства от комаров и маску. Также посетители просят соблюдать социальную дистанцию во время визита в парк. Это была последняя информация выпуска. Всего доброго и до встречи.